Привет, ребят, и на данный момент это, наверное, будет последнее видео из моей серии про голос, да, и как озвучивать разных персонажей, пока на данный момент я ничего не говорю, все может измениться. И сегодня мы поговорим с вами о том, как же говорить детским голосом. Ну, знаете, вдруг вам понадобится разговаривать с педофилами, да? Завлекатель куда-то... Чего? Привет, мои любимые путешественники, и сегодня мы с вами поговорим о том, как же... Как-то там умудрился подавиться собственной слюной. О том, как же разговаривать вот таким вот каким-то детским голосом. Наверное. Ну, наверное. Я не знаю, но вот как-то так. И это был, наверное, не самый лучший пример, но, в общем, все то же самое, как мы говорили Дамблдором, да? Вспоминаем предыдущий ролик, и мы вспоминаем вот этот вот наш вот... Вот такое вот какое-то упражнение, и как-то детские голоса, они более такие, знаете, писклявые. Поэтому, когда мы говорим вот так вот, можем еще вот как-то вот в нос вот говорить. Нет, не в нос, но просто вот спускаться сюда, и вот мы говорим вот таким вот высоким голосом. Как всегда, вы знаете, вот эта вот челюсть, она немножко вот сюда вот вверх, да? И вот на высоких нотах у нас вот так вот и-хи-хи, и все прочее. Так, что это вообще было? Ладно. Говоря детским голосом, очень, наверное, важно, когда мы им говорим, какие-то вот особенности детского голоса туда применять. То есть, если мы говорим, ух, мальчик мой, да вот эта вот ноти там, балдарам-дам, то вот когда мы говорим детским голосом, то мы как-то вот, во-первых, звук сюда вот как-то немножечко приближаем, и мы больше таким вот, знаете, непосредственным голосом можно добавлять вот какой-то такой вот смех, но, знаете, вот такой вот нерешительности повторять какие-то звуки, наверное, по несколько раз. Я не знаю, почему я вот так вот стою. Я не знаю, почему я вот так вот стою, я абсолютно не знаю. Но вот мы говорим таким высоким голосом, и, собственно, да, особо... Вот такой вот еще можно звук добавить, знаете, там. Ну, вот как-то вот так вот, посмеиваясь немного. Только на более высокой ноте, и вот так вот получается, вот как-то так. И еще можно какие-то звуки смазывать. Например, вот так вот смазывать, смазывать. Смазывать, то есть, говорит не смазывать, да, а смазывать. Вот такие вот звуки, и вот как-то вот так вот, и ллыба. Что? Ну, вот как-то не выговаривает, наверное, некоторые звуки. Если спускаясь вот сюда вот, то вот как-то вот так вот говорить. Говорить, и когда ты говоришь на обычной ноте, да, то это звучит очень странно. А если ты говоришь на вот такой вот какой-то ноте, то это звучит тоже очень миленько. Вот так вот, вот так вот. Наверное, еще в том числе я это показываю, да, какой можно пример. Это говорить Лифу, потому что у него у меня вот какой-то вот такой вот лично, вот такой вот голос. Вот Гастун, вот почему ты меня не замечаешь? Вот я так не играю. Вот я, значит, здесь вот. Я все хожу, хожу вот здесь вот. Я тебя жду, значит, я тебя люблю, значит. А это вот все какая-то Белль, какие-то вот девушки непонятные. Вот Лифу, Гастун, вот в чем вот типа дело? Вот вообще вот, вот так вот. Да. Детский голос. Почему я выбрала для Лифу детский голос? Я вот, честно, не знаю. Гастун, вот я не понимаю. Вот это какая-то помесь получается между ним детским голосом, да, и вот каким-то обычным моим. Потому что, ну, во-первых, нужен был какой-то разительно отличающийся голос, да, от Гастуна такого вот. То есть от Гастуна. И от моего обычного голоса нужен был какой-то разительный контраст. Меня вообще поражают некоторые косплееры, которые на зарубежном ютюбе. То есть, когда они говорят обычным своим голосом, и у них уже мужской голос. И ты такой, что с вами не так? Это как бы, то есть они говорят женским, они в принципе нормально, они говорят мужским, они в принципе нормально. И так, и так, как бы универсальный такой голос. И ты такой здесь, здрасте, я в общем Сиверус Снейп, разве незаметно? И, эх, Паттер, эх, Паттер, Паттер, да что ж-то вот, я вообще не понимаю. Вот как-то, сейчас. Я уже слышу, как, кстати, начала говорить немного правильно, вот. Вот таким вот голосом. И вот, наверное, я буду говорить вот как-то Сиверусом вот так вот, чтобы, ну вообще, ну как-то, ну Паттер, ну что вообще тут происходит? Я все еще пытаюсь понять, каким мне голосом говорить Сиверусом, потому что... Мистер Паттер, этот голос как-то, ну не совсем подходит под мои шутки для обычного Сиверуса Снейпа. Снейпа, значит так Снейпа. Понимаете, ну да, но для фаноновского, серьезно, типа, Гарри такая прибегает, эй, Сиверус, ля-ля-ля. Мистер Паттер, я очень рад. Ха, ха. Я вообще не представляю, как Сиверус мог смеяться. Нет, серьезно, каким голосом он должен смеяться? Мне сразу вспоминается эта реклама про Севи, да, если бы Сиверус был в Сирии. Ха, вы повернули не так... Поверните на следующем повороте направо. Ха, поздно. Ха, ха, ха. Вот это меня реклама сразу вспоминается. Так вот, вы говорили про детский голос, вы, в принципе, ребята, я думаю, научились разговаривать детским голосом. Все, знаете, зависит не столько о том, каким вы голосом разговариваете, да, потому что, вот, в принципе, нет, все-таки надо немножечко поднимать голос, но вот все зависит от вашей харизмы, и вот если вы, в принципе, говорите вот сами по себе как-то, вы, наверное, внедряясь в этот образ, то да, он у вас и получается. А если вы пытаетесь что-то типа, я тут ребенок, эй, мам, пап, скинь мне тут, я не знаю, там, дай, эм, долго они, там, пять рублей, я не знаю, ну, мы все видели разные скетчи, да, и... да. Так что вот, надеюсь, вам помогло данное видео, не знаю зачем, но если вы вдруг собрались озвучивать какого-нибудь ребенка для какого-нибудь ролика, то вот на здоровьица, надеюсь, вам данный ролик немножечко поможет, как всегда, чтобы понять больше о дыхании и прочем, вы можете посмотреть первый ролик, который был у нас про Гастона, и вот уже из этой серии вы научились, в принципе, надеюсь, хотя бы немножечко, ну, какое-то понятие, наверное, приобрели о том, как говорить Гастоном. Как говорить директором? Как говорить шрамиком? Что? Я все еще работаю над шрамиком, да? Бас, как говорить шрамиком? И также, как говорить лифу? И более высоким... Это был директор. В общем, вот такими вот четырьмя, наверное, характерно отличающимися голосами в моих скетчах, и в том числе, как говорить, голосом Санечки, потому что мы совсем немножечко... Что это было? Опускаем его голос, и уже получается вот такое вот, и вот так вот. Это было все. Если вы хотите еще услышать какие-то голоса, как я пытаюсь их разобрать, на самом деле, я видела несколько роликов о том, как они пытаются разбирать эти все голоса, но у тебя нифига не получается в итоге, и, возможно, после моих роликов у вас... У кого-то тоже возникнут какие-то трудности, но вы об этом пишите, пожалуйста, в комментариях, и, возможно, если вы хотите более детальное, наверное, рассмотрение чего-то, то я могу это сделать, если вам это будет интересно. Ну вот как-то так, ребят. И на сегодня это было, пожалуй, все. Пускай с вами остается ваше вдохновение, оно вас никогда не покидает. Пока еще увидимся. Надеюсь, скоро в каких-то из моих следующих роликов. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу! Субтитры сделал DimaTorzok